Привет всем! Я Галина Фройн. Сегодня хочу предложить вам приготовить со мной вкусный суп. Готовится очень быстро. Мы ставим на плиту воду. Накрываем крышкой. Почистим картошку. Одну почистили. Теперь почистим две следующие. Картофель перекладываем в воду. Теперь у нас картофель почищен. Примемся за морковь. Перечистим луковицу. Луковицу мы почистили. Ополоснем ее в воде и нарежем. Так как у нас уже тут закипело и пенку, которая вот собралась сверху, ее тут практически нет, но бывает больше. Совсем чуть-чуть. Я ее сразу убираю, эту накипь. И наша курочка варится дальше. Вот. Теперь, пока наша курочка там варится, мы нарежем картошку. Одна штука. Три картофелинки. Вот такой вот зеленый лучок. Вот берем простую обычную пачку супа. Два лавровых листика. Вот мы уже в конце его потом положим в супчик. И вот такое масло. Масло растительное. У нас курочка тут закипела. Еще раз. Мы снимаем. Нарезаем картофель. Небольшими кусочками. Прямо так вот мелко. Можно уже даже часть перекладывать сюда, чтобы она не мешала на досточке. Эти две картофелинки тоже. Тоже мелко нарезаем. Куриная ляшечка сварится вместе с картофелем. Перекладываем остаток картофеля в кастрюльку. Я только немножечко подсолю. Вот. Чтобы мясо было чуть-чуть подсоленное. Потому что здесь в супе есть соль. Поэтому солить сильно не будем. Опять накрываем крышкой. И теперь приступим к нарезанию моркови. Вот такая досточка. Ей резать гораздо быстрее. Сейчас мы вот таким образом нашинкуем. Вот видите, вот такая вот красивая морковка получается. сейчас следующий кусочек. вот морковка нарезана. Теперь им нарежем лучок. все делайте по своему вкусу, как вам нравится. Большую лукольцу, маленькую, неважно. Все по своему вкусу. Вот. Это мы будем обжаривать. Пока мы переставим нашу кастрюльку. и займемся зажаркой. Для этого мы ставим сковороду. Добавлю температуру, чтобы она быстрее нагрелась. И немножко добавлю растительного масла. Теперь мы на сковороду высыпаем нарезанные овощи, лук и морковь. И будем помешивать, пока оно будет поджариваться. Прямо так красиво шкварчит, вот так жарится. Если на высокой температуре жарим, то обязательно нужно присматривать за овощами, чтобы они не подгорели, не отходить от них. Но если на медленном, то можно, конечно, отвернуться, отлучиться на чуток. Но все равно не оставлять без присмотра. Если сильно пережарится, оно потом будет в супе невкусной. Вот такая симпатичная зажарочка у нас получилась. Сейчас мы ее переложим. Перестала сюда. Вот у нас тут бульончик. Открываем нашу пачку с супом и высыпаем. Так, высыпали. Помешаем. Вот это вот, что с пачки супом, он варится очень быстро. Добавляем нашу зажарку. Теперь мы порежем лучок. Лучок мы порезали. Приготовили лавровый листик. И мы добавим уже в последнюю очередь наш супчик. Теперь берем и добавляем лучок и лавровый листик. Если есть укроп, то и укропчик можно туда добавить. Сейчас мы попробуем наш суп. Вот такой вот у нас суп получился. Картошечка там, сами видите. Картошка, лук, морковь, мясо. Лавровый листик еще положили. Ну, кто хочет еще какие-то специи добавить, может уже, когда приготовлено, черный перчик сюда насыпать. Вот, это все на любителя. В общем, приятного всем аппетита, кто был со мной. Заходите ко мне на канал. Готовьте вместе со мной, подписывайтесь на канал. А также желаю вам удачи. И чтоб было у вас тоже вкусно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok